Вести Красноярск совместно с благотворительным фондом РУСФОНД объявляют сбор средств для пятилетнего Кости Сергеева из деревни Большая Мурта. Мальчика, врождённая косолапость, необходимо срочное оперативное вмешательство. За здоровье сына родители Кости борются с самого рождения. У мальчика правосторонняя косолапость тяжёлой степени. До трёх месяцев ортопеды провели лечение по известному методу панцеттия. Но случай с Костей врачи признали тяжёлым. Из-за тонкого сухожилия предупредили о возможном рецидиве. И действительно, вскоре стопа вернулась в исходное положение. Далее последовала операция в республиканской больнице в Абакане. Но и она дала временный результат. После трёх лет начало проявляться укорочение голени. У него болит стопа, болит и здоровая ножка, потому что идёт нагрузка большая на здоровую ножку. В основном он на ней приседает. Когда бежит, он сильно подворачивает ножку. Воспитатели мне говорят, что очень боятся, когда Костя бегает, что он упадёт. Осложнения начались во время активного роста. Сейчас правая нога Кости развивается медленнее. Она уже короче левой на 2 сантиметра. Стопа на полтора. При этом Костя постоянно носит ортопедическую обувь. Медики уверяют, в таком случае нужно оперативное вмешательство, так как у мальчика начал развиваться грудно-поясничный сколиоз. Помочь предложили ярославские врачи. После выполнения консервативного и оперативного лечения на фоне роста ребёнка произошёл рецидив. Планируется оперативное лечение, транспозиция, перемещение сухожилия передней большеберцовой мышцы на латеральную кленовидную кость. До оперативного лечения планируется курс этапных гипсований. Стоимость лечения почти 152 тысячи рублей. Таких денег у семьи нет. Большую часть суммы собрали в благотворительном фонде «Русфонд». Не хватает 39 тысяч. Помочь Косте можно. Для этого нужно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость такого сообщения 75 рублей. Также можно перевести средства с помощью приложений на мобильных устройствах. Владимир Богомолов, Екатерина Мазалькова, Вести, Красноярск.